Всем добрый день! Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной. На Донецком направлении противник применил минометы, различные виды гранатометов, стрелковое оружие. По районам 10 населенных путов было выпущено 296 мин калибром 120 и 82 мм. На Мариупольском направлении подразделения вооруженных сил Украины по районам 3 населенных путов выпустили 40 мин калибром 120 и 82 мм. На Горловском направлении подразделения вооруженных сил Украины обстреливали районы населенных путов Зайцево, Азаряновка и Михайловска из различных типов гранатометов, стрелковое оружие. Враг не прекращает террор мира на население, продолжая прицельно обстреливать населенные пункты нашей республики. Так вчера в 18 часов 15 минут подразделения вооруженных сил Украины с направления населенных пута Пищевик подвергли обстрелу поселок Октябрь с применением минометов калибром 120 мм, выпустив до 10 мин. В результате прямого попадания одной из мин в трансформаторную подстанцию произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Октябрь, Куликово, частично Красноармейское, 7 улиц. Также под минометный обстрел со стороны вооруженных сил Украины попал населенный пункт Докучаевск, где в результате обстрела был перебит высоковольтный провод, из-за чего без электричества остались дома по адресу улицы Владимира Крепкого, 47-го дома по 55-й. Кроме этого, в результате обстрела поврежден газопровод населенный пункт Айсиновата по улице Победы, 42. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 42 нарушения режима прекращения огня с позиции вооруженных сил Украины. Как мы видим, враг не оставляет попыток создать условия, чтобы оставить жителей нашей республики без электричества и газоснабжения в период похолодания. Второй механизированный батальон 28-й бригады и первый батальон 25-й воздушно-десантной бригады, очередной раз, игнорировав все правила ведения войны и предстоящие похолодания, продолжили уничтожать объекты инфраструктуры на территории нашей республики. Командование этих подразделений вооруженных сил Украины очередной раз взяло на вооружение тактику террора. Такой же тактика, а именно создание невыносимых условий для мирных граждан на территории противника пользуется печально известной террористической организацией «Исламское государство» и «Аль-Каида». В этой связи мы призываем мировое сообщество решительно осудить террористические методы борьбы украинской власти против жителей Донбасса. При этом наша разведка отмечается активно до обеспечения боеприпасами к артиллерии с установками РСЗО в 28-й механизированной бригаде, которая дислоцируется на Мариупольском направлении. Мы хотели бы обратить внимание представителей миссии ОБСЕ на данный факт и проверить наличие запрещенного в вооружениях крупнокалиберной артиллерии и установок РСЗО в зоне ответственности этой бригады. Это может предотвратить кровавую провокацию вооруженных сил Украины на юге нашей республики, а также спасти мирных жителей от агрессии украинских карателей. Продолжение следует...